Всем привет! На связи Илья, агентство по вступлению в Австрию Авзон. Наша команда помогает ребятам из России и других стран СНГ поступать в ВУЗ Австрии и успешно переезжать. Мы помогли уже более 300 студентам поступить в ВУЗ и получить визу. В этом видео я сравню два самых популярных для поступления города. Вену и Градс. Разберемся, где больше карьерных перспектив, где выше шансы найти подработку, где веселее жизни, где дешевле, где дороже, ну и так далее. Поехали! В Вене стоимость курсов зависит от фактического уровня немецкого, с которым вы приезжаете в Австрию. К примеру, если вы приехали с фактическим уровнем немецкого А2, то первый семестр для вас будет стоить около 1400 евро в семестр. В случае, если вы приехали с фактическим уровнем B1, либо B1, переходящим в B2, то в таком случае для вас семестр будет стоить около 550 евро в семестр. Однако, если вы поступаете на магистратуру, либо вы поступаете на бакалавриат, но после окончания одного-двух курсов в ВУЗе своей страны, и вам не назначили школьные предметы, то в таком случае, независимо от того, с каким уровнем немецкого вы приехали, стоимость курсов будет около 1400 евро в семестр. В Граце стоимость курсов не зависит от фактического уровня немецкого, с которым вы приезжаете. Стоимость курсов составляет примерно 500 евро в семестр. Однако, если вам назначили очень много школьных предметов, то есть, к примеру, 3-4 предмета, и вы решили в одном семестре взять сразу все эти предметы, то, возможно, вам придется доплатить еще 300 евро, и таким образом суммарная стоимость курсов составит 800 евро в семестр. Небольшое отступление. Ваш фактический уровень немецкого языка устанавливается на распределительном тесте, который вы пишете по приезде в Австрию. То есть, независимо от того, сертификат какого уровня вы подавали в ВУЗ, А2, В1 или В2, вас так или иначе попросят написать распределительный тест. И уже по результатам именно этого теста вас отправят в ту группу, на какой уровень немецкого вы знаете. Поэтому то, с каким уровнем вы, грубо говоря, поступали, не влияет на то, в какую группу вы попадете. Второй критерий – сложность экзаменов на курсах. Уже который год подряд я убеждаюсь в том, что экзамен по математике и экзамен по немецкому языку в Граце немного, а в некоторые года даже много, проще, чем в Вене. И также, и по моему субъективному мнению, и по мнению многих других студентов, курсы, по крайней мере, немецкого языка в Граце немного продуктивнее, чем в Вене. Причина здесь не в том, что в Граце все преподаватели замечательные, а в Вене очень плохие. Нет, дело не в этом. Дело в том, что система в Вене устроена так, что когда вы идете на курсы немецкого языка, чаще всего вы попадаете в группу, где почти все, либо все – это люди из стран СНГ. То есть Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и так далее. Ну, то есть все русскоязычные. И в таком обществе у вас нету мотивации разговаривать на немецком языке, ведь гораздо проще объясниться на русском, даже во время занятия. А в Граце система устроена иначе, и чаще всего вы попадаете в группу не только с ребятами из стран СНГ, но и с другими иностранцами. То есть с вами в группе могут быть люди из Испании, из США, из Колумбии, хоть из Африки, но, в принципе, из любых стран ненемецкоговорящих. И, согласитесь, уже меньше возможностей разговаривать на русском языке – это во-первых. Ну, а во-вторых, в целом вас всех объединяет единственная цель общая – это выучить немецкий язык. Поэтому ради этого все обычно практикуются, разговаривают на немецком. Поэтому я считаю, что в Граце все-таки курсы немного продуктивнее, чем в Вене. Третий критерий – стоимость жилья. Ну, если мы возьмем, к примеру, комнаты на два человека, то что в Вене, что в Граце они стоят примерно одинаково. То есть около 300 евро в месяц. Может быть, 310-320, но, как правило, не больше. Но если, к примеру, вы хотите жить в комнате на одного человека, то здесь уже начинаются серьезные отличия. К примеру, в Граце можно найти комнату на одного человека примерно за 370-400 евро в месяц. В Вене найти комнату на одного за такую цену практически невозможно. И цены чаще всего начинаются от 450, а я бы даже сказал, что более реально снять что-то за 470-480 евро. Поэтому, если вы хотите жить в комнате на одного человека, то в Граце это будет выгоднее. И то же самое касается комнат-студий. То есть комнат, где у вас и свой туалет, и своя ванна, и даже мини-кухня. В Граце такую комнату можно забронировать примерно за 500-600 евро в месяц. В Вене стоимость таких комнат стартует от, ну, наверное, я бы сказал, 700 евро в месяц. Поэтому, ну, разница достаточно большая и значительная. Сроки регистрации на курсы. Я не буду углубляться в дебри, но, тем не менее, скажу, что в Граце зарегистрироваться на курсы сильно проще. Ну, в том плане, что проще успеть на тот семестр, на который вы запланировали. И в целом у вас больше возможностей и выбора, когда приехать, чтобы зарегистрироваться. Дело в том, что в Вене регистрация проходит всего около двух недель. Чаще всего это, там, конец августа-сентябрь и конец января-февраль. Опаздывать на семестр нельзя. И в случае, если вы не успели вот в эти две недели прилететь в Австрию и зарегистрироваться, то, вероятнее всего, придется откладывать переезд на следующий семестр. А в Граце такого нет. В Граце можно регистрироваться примерно, ну, два месяца дается на регистрацию в каждом семестре. И более того, можно абсолютно легально и законно опаздывать на один месяц с момента начала учебы. То есть, к примеру, вы решили поехать на зимний семестр. Зимний семестр начинается в октябре. Но по какой-то причине вы не успели вовремя получить визу и получили ее немного позже, чем планировали. Вам не нужно откладывать свой переезд на следующий семестр. Вы можете приехать, ну, к примеру, 15 октября, зарегистрироваться на курсы и начать учебу. Да, конечно, немного, может быть, обидно, что вы опоздаете и начнете позже, чем остальные. Но, тем не менее, все равно вам не придется откладывать свой переезд на следующий семестр, как это часто происходит с Веной. Примерно 70% всех студентов в Австрии стараются подрабатывать. Кто-то 10 часов, кто-то 20 часов в неделю. Но, тем не менее, большинство подрабатывает. И тут я напомню, что иностранные студенты имеют право работать до 20 часов в неделю. То есть, на полставке. И в Вене играться, найти подработку во время учебы относительно несложно. Но, как бы сейчас странно не прозвучало, по моему опыту и по опыту многих других студентов, найти подработку в Грации даже немного проще, чем в Вене. Почему? Потому что Град – студенческий город. А на такие вот работы, где там полставки, либо 10 часов в неделю, чаще всего устраиваются студенты, либо люди, которые по каким-то причинам не могут работать, ну, полный рабочий день. И поскольку в Грации очень-очень много студентов, работодатели, я бы сказал, более снисходительно относятся к студентам, в том числе к иностранным студентам, и проще и легче устраивают их на работу, чем, например, в Вене. Но, конечно, и в Вене тоже подработку найти абсолютно реально, и больших сложностей в этом нет, главное, чтобы было желание. Что касается перспектив после окончания вуза, конечно, возможностей найти работу и в целом вакансии в Вене больше. Но это и логично, потому что Вена – это столица. Но, с другой стороны, и в Грации тоже есть крупные компании, у которых даже там находятся главные офисы. Например, есть машиностроительная компания, концерн даже, Андритс АГ, и главный офис у них, как ни странно, находится в Грации. Но, тем не менее, если, к примеру, вы нашли, точнее, если вы окончили вуз в Грации, и не можете найти работу по своей специальности, либо не хотите, вас никто в Грации не держит. То есть вы можете поехать в Вену, либо в любой другой город, и найти там работу, а затем уже, ну, поменять свой ВНЖ на рабочий. Однозначно сказать, какой город лучше, а какой хуже – нельзя. Ну, и даже если бы так можно было сказать, и если бы я это сказал, это было бы очень субъективно. Я успел пожить и в Вене, и в Грации, и со своей стороны могу сказать, что каждый город хорош по-своему. Грации – это такой классический европейский студенческий городок, и, с моей точки зрения, именно для учебы он просто идеален. Но свое предпочтение, наверное, все-таки отдам Вене, потому что это столица, большой город с огромным количеством возможностей для времяпровождения, для дальнейшей учебы, для дальнейшей работы, ну и так далее. В каждом городе есть свои плюсы и свои минусы, поэтому какой город поступать – решать все-таки вам. Поэтому пишите в комментариях, какой город, какой вуз, на какую специальность вы хотели бы поступить, мне было бы очень интересно это подсчитать. На этом наше видео подходит к концу. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Еще раз скажу банальную фразу – ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Для нас это, правда, очень важно и очень ценно. Спасибо. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях, либо записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании. На консультации мы вникнем в вашу ситуацию, составим план конкретно вашего поступления, и вы узнаете, как поступить и переехать в Австрию буквально за 4-8 месяцев. С вами был Илья, агентство Авзон. До новых встреч, новых видео и всем пока!